Конец апреля 1945 года. Берлин в осаде. Сталин, готовясь к победе, приказывает взять Гитлера живым. Но сам Гитлер далек от мыслей и о смерти, и о поражении. Он по-прежнему верит в свою счастливую звезду, в свой полководческий гений. Верит, что русские потерпят сокрушительное поражение у стен Берлина. С материалами для этого видео нам помог проект «Минута в минуту». Мы уже сделали несколько совместных роликов с ними. Обязательно их посмотрите и загляните на канал проекта в Телеграме. Там еще много интересных историй. А мы начинаем. Адольф Гитлер отмечает день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Уже 4 месяца он живет под землей в своем бункере. Под зданием имперской канцелярии на глубине 8 метров расположен целый комплекс. 15 комнат на верхнем, служебном уровне, 21 на нижнем, основном. Там апартаменты фюрера и его любовницы Евы Браун. Конференц-зал, где проходят совещания ставки. И так называемый собачий бункер, где живет личная охрана фюрера. В последнее время фюрер сильно сдал. Шаркощая походка, трясущиеся руки. Гитлер сутулился, его голос старчески дребезжит. Все это последствия неудачного покушения в июле 44-го года и некомпетентности личных врачей. Все, кроме него, понимают, война проиграна. Но Гитлер ведет себя, как ни в чем не бывало. Принимает делегацию Гитлер-Югенда, проводит совещания. Благосклонно слушает тосты, по большей части неискренние. Приближенные пытаются уговорить Гитлера перенести штаб на юг, в Баварию. Хотя прекрасно знают, фюрер ни за что не покинет столицу Рейха. В последней отчаянной попытке отбросить русских от Берлина Гитлер приказывает организовать массированное наступление. В нем должны участвовать все боеспособные части. Солдаты, танки, самолеты. Любой командир, который посмеет отвезти войска, поплатится жизнью, кричит Гитлер. Телефоны штабов надрываются с самого утра. Гитлер требует немедленно начать наступление. Но войска не двигаются с места. Самолеты не поднимаются в воздух. Не отдан ни один приказ. Более того, оборона города прорвана. Советские танки уже в предместьях Берлина. Узнав об этом, Гитлер приходит в бешенство, какого не помнят даже видавшие всякое генералы. Истерика фюрера продолжается три часа. Он рвет и мечет, обвиняет дрожащих от страха подданных в измене и грозится их расстрелять. Но в итоге, устав от собственных, вопли и признает. Все кончено. Третий рейх пал. А ему самому ничего не остается, только умереть вместе с ним. Гитлер никуда не поедет. Останется в Берлине и встретит здесь свою смерть. Гитлер приказывает послать за Геббельсом, его женой Магдой и их шестью детьми. С этого момента семейство Геббельс живет в бункере. Геббельс и Ева Браун поддерживают Гитлера в его решении. Геббельс заверяет, он не оставит Берлин и своего фюрера, а когда наступит конец, тоже покончит с собой. Магда говорит, что сделает то же самое и отравит детей. Кольцо осады сомкнется только через три дня. Еще есть шанс бежать, но бежать они не собираются. Ситуация в бункере была фантастическая. Она не может быть реализирующая. Она не может быть реализирующими. Она не может быть реализирующими, как и сутки. Гитлер, Ева Браун и 11 самых преданных приближенных сидят в запертии на глубине 8 метров под землей. Некоторые держат на готове пузырьки с ядом и гранаты, чтобы отравиться, а потом для верности взорвать себя, если враг прорвется в бункер. Но смельчаков немного. Несмотря на торжественные клятвы, большинство обитателей бункера совсем не готовы уйти из жизни вслед за обожаемым фюром. Так проходит неделя. Как сохранить и приумножить деньги, если кругом хаос? Например, инвестировать в недвижимость в одной из самых привлекательных туристических точек на нашей планете. На Бали. Что вы себе представили, когда я произнес слово Бали? Море, пальмы, вилла где-то у кромки океана. Да, такое тоже есть. Но компания Park Development строит не только виллы на берегу, но и городские апартаменты, и семейные комплексы. Есть у них даже закрытый клубный комплекс в городе крепости. Причем, что важно, строят они не только жилую недвижимость или просто комплексы с рестораном и спортзалом. Они создают такое пространство, которое само по себе становится точкой притяжения. Такой себе мини-город, где есть концертные залы, собственные школы и садики, каворкинги, рестораны. А можно купить и виллу рядом с культовым балийским спа-клубом или серфинг-центром. И это очень важно, если вы покупаете недвижимость в качестве инвестиций. Ведь такое жилье гораздо проще сдать. Да и самому в таком жить приятней. А можно приезжать туда на несколько месяцев в году, а все остальное время компания будет ваше жилье сдавать и получать для вас доход. Это несложно организовать, потому что у них есть своя управляющая компания. О доходе. На Бали отличный климат, сезон там круглый год, страна сохраняет нейтралитет, экономика быстро растет. Не зря у Бали репутация райского уголка, поэтому вполне реально с аренды получать 15% годовых. Но если решите перепродать свой объект, можно заработать и 30, и 50, и даже 70% от вложенных инвестиций в зависимости от изменений на рынке недвижимости. Заходите на сайт, изучайте предложения, ссылку я оставлю в описании. 33-летняя Ява Браун счастлива как никогда. Она вот-вот станет фрау Гитлер. 14 лет она была тайной возлюбленной фюрера. Об их связи знала лишь ближайшее окружение. Прислуге было запрещено называть ее по имени. Только фройлейн. И вот терпение и преданность, наконец, приносят плоды. Гитлер поручает Геббельсу привезти чиновника для бракосочетания и раздобыть обручальные кольца. Атмосфера парадоксальным образом почти праздничная. Но тут случается нечто из ряда вон выходящее. По радио передают сообщение агентства Reuters. Рейхсфюрер СС Гиммлер предлагает союзникам принять капитуляцию Германии и объединиться против СССР. Гитлеров сбешен. Поскольку быстро до Гиммлера ему не добраться, Гитлер приказывает расстрелять его адъютанта Германа Фегеляйна. Накануне тот на свою беду попытался бежать из бункера, но был пойман с поличным. Теперь Гитлер намерен отыграться на нем за проступок шефа. Беднягу не спасает даже Ева Браун, адъютант Гиммлера женат на ее сестре. Его расстреливают. В своих апартаментах Ева Браун готовится к свадьбе. Горничная делает ей прическу и макияж. Для церемонии невеста выбирает платье из черного шелка, черные замшевые туфли от Феррагама, которые она купила в Италии перед войной, и украшения – золотой браслет, любимые часы с бриллиантами и ожерелье из топазов. Гитлер диктует политическое завещание своей секретарше Траудель Юнге. Юнге проживет еще много лет, умрет только в 2002 году, даст множество интервью и напишет книгу о событиях тех дней. Сейчас, 29 апреля 1945 года, 25-летняя Юнге слушает политическое завещание Гитлера. Иkkur Чарта. когда я написал, что Hitler сказал. Но он использовал ничего нового. Он вышел из-за старых фразов. Он повторял его accusation, его реванширование к врагу и к чему-чему-чему-чему. Своим преемником фюрер назначает адмирала Денница. Геббельсу достается утешительный приз – пост главы правительства. Но учит и Геббельс совсем другие планы. Пока фюрер диктует свою последнюю волю, Магда Геббельс пишет письмо старшему сыну от первого брака, который находится в плену у англичан. Лучше короткая, но достойная жизнь, чем мир, в котором нет фюрера и великой идеи национал-социализма. Такая жизнь унизительна для немца. Бог милостив, он не накажет меня, ведь я избавлю себя и детей от страданий. В соседней комнате спят шестеро детей Геббельсов – Хельга, Хильде, Хельмут, Хольде, Хедда и Хайде. Имена у всех на «Х» по первой букве в фамилии фюрера. Старшему ребенку 12 лет. Родители сказали им, что Германия выигрывает войну, и их привезли в бункер, чтобы праздновать победу вместе с фюрером. Тем временем фюрер продолжает диктовку. Я и моя жена предпочитаем смерть сдачи в плен. После смерти наши тела должны быть сожжены дотла в том месте, где я 12 лет верно служил моему народу. Это наша последняя воля. Гитлер вызывает к себе коммердинера Хайнца Линге. У меня, говорит, к вам личная просьба. Пронесите в мою спальню два одеяла и раздобудьте бензина, сколько нужно для кремации двух человек. Мы с Фройлен Браун собираемся застрелиться. После нашей смерти немедленно заверните тела в одеяло, вынесите в сад и сожгите. Линге поражен и едва в состоянии выговорить привычное «Е воль майн фюрер». Линге звонит в подземный гараж. Мне нужно, говорит, 200 литров бензина. «Всего 200? Чего так мало?» – язвит Эрих Кемпка, личный шофер фюрера. «Шутишь, что ли? Зачем тебе 200 литров?» – говорит, он уже серьезно. «Поверь, Эрих, мне не до шуток. Достань бензин и оставь входы в бункер». Гитлер выходит из личных покоев под руку с Евой Браун. На невесте наряд на миллион. Жених же одет в свои обычные черные брюки и серый френч, поленился переодеться. Гражданский судья Вальтер Вагнер заметно нервничает. Будущие супруги и свидетели Борман и Геббельс занимают места за столом, с которого ради такого случая убрали штабные карты. Жених и невеста подтверждают, что являются чистокровными арийцами и не больны наследственными заболеваниями. Вагнер объявляет их законными супругами. В свидетельстве о браке невеста первый и последний раз в жизни подписывается фамилией Гитлер. Молодожены обмениваются обручальными кольцами. Те великоваты. Единственным местом, где Геббельсу удалось найти обручальные кольца, оказалось хранилище золота, снятого с расстрелянных узников гестапо. Молодожены удаляются в личные апартаменты, где их ждет свадебный завтрак с шампанским. Фюрер жертвует репутацией трезвенника и выпивает бокал вина, любезно чокается с судьей Вагнером. Через два дня судья Вагнер погибнет от шальной пули на улицах Берлина. Секретарша Юнге допечатывает завещание. К ней врывается Геббельс и с порога начинает жаловаться. Фюрер приказал мне уезжать и возглавить новое правительство, но я не могу оставить Берлин, не могу покинуть фюрера. Я гуляйтер, мое место здесь. Я не вижу смысла жить, если умрет фюрер. Адольф и Ева Гитлер уходят спать каждый в свою спальню. Гитлер всегда раздевается сам, ненавидит чужие прикосновения. Тщательно моется, всегда был чистюлей. Горничная помогает Еве переодеться в шелковую итальянскую ночную сорочку. Супруги лежат каждый в своей кровати и слушают русскую канонаду. Бьют уже совсем рядом с бункером. С рассветом грохот усиливается. Так супруги Гитлер проводят свою первую и последнюю брачную ночь. Над Берлином расцветает. Советская артиллерия разносит в щепки здание гестапо. В подвалах гестапо в живых остались всего семь узников. С остальными гестаповцы расправились накануне. На берегах Эльбы веселятся советские и американские солдаты. Вставку адмирала Денеца доставляют приказ фюрера о немедленном аресте Гиммлера. Денец понимает. В подчинении Гиммлера спецбатальон СС арестовать его не представляется возможным. Коммердинер Линге стучится в спальню Гитлера. Последние шесть лет в его обязанности входит засекать время, за которое фюрер одевается при помощи секундомера. От скорости сборов зависит настроение фюрера. Сейчас Гитлер ослаб после покушения. У него развивается тремор. Гонка занимает все больше времени. А сегодня она и вовсе закончилась не начавшись. Когда Линге вошел, фюрер лежал на кровати полностью одетый, кроме галстука. Это отдельный ритуал. Гитлер встает перед зеркалом, закрывает глаза. Линге подает ему галстук. Фюрер командует «Давай!». Линге засекает время. «Стоп!» – кричит фюрер, завершив завязывать галстук. В последнее время правый глаз фюрера сильно болит. Линге закапывает ему капли с кокаином. А еще выдает фюреру лекарственные постилки от боли в животе и газов. Гитлеру остается жить примерно сутки. Шестеро детей Геббельса играют в коридоре верхнего бункера. Им здесь очень нравится. Они называют бункер пещерой, чувствуют себя в безопасности и ждут обещанной родителями победы. Дети подружились с обслугой бункера. Их фавориты – Миш, добродушный гигант с телефонной станции. Кефрау Юнге – секретарь фюрера. Юнге тоже любит детей. Дети такие Connections Дети Ви pikс-насти Ви у нас в Санкт-Петербург. Их феверили Ви учитывались Ви уроками И учитывались Ви уроки Учак Ви улета Учак Учак И уходили Ви уроки Учак 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 Но это было не легко делать. Маленький, типичный немецкий городок. В окнах домов развиваются белые простыни. Город сдан. На запасных путях в пригороде Дахао стоят длинные вереницы железнодорожных вагонов. Внутри и вокруг горы трупов. Это заключенные, которых вывезли из лагеря, чтобы их не освободили союзники. Всего 39 вагонов, в них около 3000 человек. Вагоны простояли там две недели. Все это время люди медленно умирали от удушья. Полковник Спаркс подходит к вагонам. От жуткого зрелища и невыносимого запаха его рвет прямо на землю. Его солдаты кричат «Нацистские ублюдки! Никого не брать живыми!». Неподалеку Билл Уолш обнаруживает четверых эсэсов с поднятыми руками. Он загоняет их в вагон и расстреливает из пистолета. Американцы входят на территорию лагеря Дахао. Заключенные, которых держали в наружном периметре лагеря, осторожно выходят из бараков. Завидев спасителей, они направляются к ним так быстро, как могут. Обнимают, целуют, пожимают руки. Дрожащий от слабости старик протягивает солдату мятую сигарету. Тот пытается отказаться. «Возьмите», — говорит другой заключенный. «Это все, что у него есть». В бункере Гитлер обедает с Евой и секретаршами. После Сталинградской битвы он не садится за стол с мужчинами. Их разговоры о войне портят ему аппетит. Секретарша жестко проинструктирована насчет застольных бесед. Но в этот раз фюрер сам поднимает тяжелую тему. «Я не намерен попадать в руки врага неживым, не мертвым. Я приказал сжечь мое тело дотла, чтобы его не нашли». Теперь аппетит пропадает уже у фрау Юнге. «Лучший способ — выстрелить себе в рот. Череп разлетится, и вы этого даже не заметите. Мгновенная смерть», — продолжает фюрер. Таким тоном будто говорит о погоде. «Ну нет, я хочу после смерти выглядеть красиво», — возражает Ева. И демонстрирует секретаршам коробочку. Внутри коробочки капсула с сонидом. Фрау Юнге и другая секретарша фрау Кристин переглядываются. «Не могли бы вы дать яд и нам?» — просят они хором. Женщины не хотят умирать. Но уверены, лучше смерть, чем попасть в лапы русским. «Поисон капсул. Это был в брассе, в брассе, как липстик. Это было как липстик, в брассе, в брассе, в рамках. И он дал миссис Кристиану и мне, и сказал, что я бы хотела дать вам хорошую проценту для «Фавел», но я думаю, что этот будет для вас очень полезен». Личный кинолог Гитлера Фридс Торнов заводит в туалет бункера, дрожащую от страха Блонди, любимую эльзасскую овчарку фюрера. Торнов зажимает ей нос, а врач Вернер Хаус раскалывает ей в пасте ампулу с сонидом. Собака падает на бок. Фюрер ярый собачник. Он обожал Блонди и вечно донимал окружение хвастливыми речами о том, какая она умная, подразумевалось, что в отличие от них. Но сейчас он лишь на секунду заходит в туалет, чтобы удостовериться. Яд, присланный изменником Гиммлером, действительно работает. Торнов выносит тело Блонди наверх, чтобы похоронить. В Рекс-канцелярии проходит прощальная вечеринка для Гитлер-Югенда. Подают гороховый суп. Дети Геббельса сидят на коленях у гостей и вместе с ними поют нацистские военные марши и немецкие народные песни. Геббельс слушает и плачет. Одному из гостей, лейтенанту Францу Кульману, кажется, что он на вечеринке призраков. Позже он скажет. Это было прощание с миром, за которое проливали кровь миллионы, и все жертвы оказались напрасны. Агентка СМЕРШ Елена Ржевская пробирается через развалины Берлина с заданием выследить Гитлера. Символично, что именно она, еврейка, при рождении Каган, получает это задание. Ей улыбается удача. На допросе немецкая медсестра показывает, что работала в госпитале в Рейхсканцелярии. Там все знают, где прячется фюрер. В подземелье. Ржевская и ее сослуживцы не теряют ни минуты. Они отправляются вслед за советскими танками в сторону канцелярии. В конференц-зале бункера Гитлер читает сообщение о казне Муссолини, переданное по радио. Текст набран крупным шрифтом. У фюрера слабое зрение, но он стесняется носить очки. Коммердинер Линге подает шефу карандаш, и тот подчеркивает три слова. «Висят вниз головой». Гитлер понимает, времени на самоубийство и ликвидацию тела почти не осталось. Но он еще не до конца разуверился, что Берлин удастся отбить. Фюрер приказывает срочно передать радиодепешу верховному команду. «Приказываю немедленно доложить. Где передовые части армии Венка? Когда они возобновят наступление? Где находится девятая армия? Где передовые части войск Хольсте?» Гитлер совершенно оторван от реальности. В это самое время остатки 9-й и 12-й армии совершают отчаянную попытку отступить к Эльбе. 25 тысяч военных и гражданских прячутся в лесу Шпрее, к северо-востоку от Берлина. Генерал Хольсте планирует бросить солдат и сбежать вместе с женой и любимыми лошадьми. Генерал будет взят в плен американцами и отпущен на свободу в 1947 году. Доктор СС, профессор Эрнст Шенк, никогда не видел фюрера так близко и просто не может совместить этого маленького сгорбленного человечка с образом всесильного лидера нации. Всю войну доктор Шенк проработал в концлагере Дахао, совершенствовал меню для солдат вермахта и ставил эксперименты на заключенных. Сейчас он круглосуточно оперирует раненых в госпитале Рейхсканцелярии. Шенка и еще нескольких врачей и медсестер оторвали от работы и приказали явиться в бункер на встречу с фюрером. Гитлер обменивается рукопожатиями с каждым. Его рука дрожит. Опытный Шенк тут же мысленно ставит диагноз – болезнь Паркинсона. Медсестра Эрна Флигель не может сдержать рыданий. Мой фюрер, верь в нашу победу, веди нас, мы пойдем за тобой. Флигель будет арестована советскими войсками и потом проживет долгую жизнь. Интервью об этих событиях она даст только в 2005 году, в возрасте 93 лет. В верхнем бункере врачи натыкаются на компанию пьяных офицеров. Врачей усаживают за стол и угощают шнапсом. Командование вермахта отвечает на запрос Гитлера. Новости плохие. Передовые части армии Венка остановлены противником в районе озера Швиллов, поэтому 12-я армия не может продолжать наступление на Берлин. А 9-я армия полностью окружена. Корпус Хольста вынужден перейти к обороне. Борман отправляет телеграмму отбиралу Денецу. Он не отказывает себе в удовольствии фамильярно обратиться к преемнику фюрера. Денец, у нас крепнет убеждение, что дивизии на берлинском направлении бездействуют уже несколько дней. Фюрер приказывает вам немедленно и беспощадно расправиться с предателями. Измена – универсальный ответ Гитлера на любые проблемы. Шенк отлучается в туалет и случайно подслушивает разговор Гитлера с доктором Хаасом. Фюрер важно, чтобы он и Ева умерли одновременно. Он опасается, что Ева передумает, если он умрет раньше. Гитлер собирается выстрелить себе в висок, а на случай осечки держать во рту капсулу с сианидом. Ева должна раскусить две капсулы, как только услышит выстрел. Гитлер и его жена расходятся по своим спальням. Вечеринка продолжается. Запасы шнапса в бункере бесконечны. Никаких запретов больше нет. Кресло в кабинете донтиста становится самым популярным местом для секса. В своей спальне Гитлер в халате и тапочках принимает доклад командующего обороной правительственного квартала генерала Монке. Вражеские войска достигли Тиргартена, говорится в докладе. Тиргартен всего в полукилометре от рейхсканцелярии. Как долго вы сможете продержаться, спрашивает Гитлер. В лучшем случае 24 часа. В конце концов эти западные демократии потерпят неудачу, замечает Гитлер. Ну, на момент записи ролика в 2024 году пока не потерпели. Второй день подряд коммердинер Линге застает фюрера полностью одетым. Гитлер встает с кровати, выходит в коридор и в сопровождении коммердинера идет мимо беспробудно спящих Бормана, генералов и двух секретаров. Повсюду валяются пустые бутылки из-под шнапса. Рядом пистолеты, снятые с предохранителей. Линге провожает фюрера к мутатору. Гитлер запрашивает коменданта Берлина. Какова текущая ситуация? Ответ приходит быстро. Русские почти вошли в правительственный квартал. Ева Гитлер бежит по бетонной лестнице, ведущей из бункеров сад канцелярии. Она хочет в последний раз увидеть солнце. Но солнце закрывает густой дым. Сад полностью разрушен артиллерией. Ева в замешательстве. Стоит в дверях, а потом медленно спускается обратно в спальню. Гитлер следует примеру жены и тоже поднимается в сад. Но по мере подъема грохот артиллерии усиливается. Фюрер не решается открыть дверь. Он возвращается в бункер. В столовой верхнего бункера уборщик собирает пустые бутылки, стаканы и окурки, чтобы дети Геббельса могли позавтракать. Весело болтая, дети уплетают бутерброды с маслом и джемом. Они в восторге, что здесь им разрешают есть, сколько влезет. Дома родители строго следили, чтобы дети соблюдали пайки, положенные обычным немцам. Гитлер в последний раз идет к коммутатору. Телефонист Миш встает, ожидая приказов. Но Гитлер молча разворачивается и уходит. Телефонист Миш будет арестован советскими войсками, будет сидеть в бутырке. В 1953 году будет освобожден. Вернется в Берлин, откроет магазин товаров для дома и красок. В 2008 году он выпустит книгу «Последний свидетель», а умрет только в 2013 году в возрасте 96 лет. Агентка СМЕРШа Ржевская ждет захвата РС-канцелярии. Чтобы убить время, она беседует с молодой немкой и ее исхудавшим сыном. Мужа этой женщины отправили на фронт два года назад. С тех пор она ничего о нем не слышала. Ржевская видит, что разговоры об отце расстраивают мальчика. Но немка не может остановиться. Она рассказывает, как, пытаясь унять тревогу за мужа, оставляла список всего, что он должен сделать дома, когда вернется. Заменить дверную ручку, починить оконную раму. Вот только ее дом, как и весь квартал, разбомблен. Ржевская переживет войну и станет писательницей. Она станет членом Союза писателей СССР, а впоследствии русского пенцентра. Она умрет в Москве в 2017 году в возрасте 97 лет. В спальне Ева Гитлер выбирает свой последний наряд. Платье с белыми розами, которое очень любит Гитлер. Горничная делает ей прическу. Гитлер вызывает адъютанта Гюнша. Время пришло. Скажите Кемпке, что бензин нужен срочно. Я не хочу оказаться в каком-нибудь московском музее восковых фигур. Гитлер абсолютно спокоен. Фройлен Мансиарли, любимая повариха фюрера, готовит ему последний обед. На плите кастрюля с макаронами, помощник режет овощи в салат. В это же время берлинцы спешно уничтожают портреты фюрера и другие следы нацизма. Гитлер в последний раз садится обедать. Ева не выходит из своей комнаты, у нее нет аппетита. Гитлер произносит очередной монолог о будущем Германии. Раньше он произносил их перед толпой, теперь его слушательницы — секретарша и повариха. Они вяло ковыряются в тарелках, мечтая сбежать покурить. Персонал бункера выстраивают для прощания с фюрером. Они ждут несколько минут. Наконец он выходит из кабинета, сутулись больше, чем обычно. Он подходит к каждому и протягивает дрожащую руку. Ева подходит к Эмердинеру. Спасибо за все, что вы сделали для фюрера. И, пожалуйста, не говорите о моей Гретель, как погиб ее муж. Ева не хочет, чтобы сестра узнала, что ее мужа убили по приказу фюрера. Гитлер подходит к Геббельсу. Доктор, вы знаете мой приказ. Вы и ваша семья должны покинуть Берлин. Мы останемся с вами и последуем вашему примеру, мой фюрер. Супруги Гитлер уходят в кабинет. В коридоре наступает тишина. Гюнши застыл перед дверью, как часовой. Борман, Геббельс и еще несколько человек кружат поблизости. Дети Геббельсов обедают наверху в столовой под присмотром фрау Юнги. Линги решает, что они ждали достаточно и входит в кабинет. За ним Борман. Гитлер и его жена сидят рядом на диване. Глава фюрера откинулась назад. Он выстрелил себе в правый висок. Под ногами два пистолета. Второй про запас на случай осечки. На ковре и кушетке кровь. Справа от него Ева. На столике перед ней пустая коробочка из-под ампул с санидом. Борман идет за подмогой, а Линги осторожно укладывает тело Гитлера на одеяло. С помощью троих охранников Линги поднимает завернутое в одеяло тело Гитлера по лестнице в сад. Борман несет тело Евы Гитлер. Кемпке забирает у него тело. Позже он пояснит. Я не хотел, чтобы человек, которого она презирала, тащил ее, как мешок картошки. Тела выносят в сад и укладывают недалеко от входа в бункер. Арт-обстрел возобновляется. Гюнша и Линги обливают тело бензином. Гюнша берет у Геббельса коробок спичек, поджигает кусок тряпки и бросает на трупы. Похоронная процессия спешно отступает в бункер и уже на лестнице отдает фюреру последний салют. Борман, Геббельс и генералы Крепс и Монке собираются на совещание. Они принимают решение никому не сообщать о смерти фюрера, кроме двух человек. Один из них — Вейдлинг, командующий обороной Берлина. Второй — Иосиф Сталин. Генерал Крепс прибывает в штаб советского командования. До войны он был помощником немецкого военного атташе и свободно говорил по-русски. Крепс сообщает принявшему его генералу Чуйкову. Фюрер Адольф Гитлер по собственной воле покинул этот мир. Чуйков поражен, но из принципа отвечает — мы знаем об этом. Спустя сутки после смерти Гитлера Геббельс отправляет телеграмму его преемнику, адмиралу Денитсу. Фюрер умер вчера в 15.30. Его завещанием вы назначены рейхс-президентом. Время и форма сообщения к прессе оставлены на ваше усмотрение. Подтвердите получение. Геббельс Отправив телеграмму, Геббельс возвращается к жене и детям. Несколько человек навещают их, чтобы попрощаться. Геббельсы готовятся к смерти. Магда укладывает детей. У младшей Хейде болит горло. Мать укутывает ее шарфом. Детям делают инъекцию морфина. Им говорят, что это специальная прививка, которую ставят всем солдатам рейха. Когда дети засыпают, то ли сама Магда, то ли Людвиг Штумбфегер, один из врачей Гитлера, раскалывает у детей во рту ампулы с сианидом. Дети умирают. Супруги Геббельс поднимаются на поверхность. Совершенно раздавленная Магда дрожит, еле переставляя ноги. Тут же в саду канцелярии Геббельсы раскусывают ампулы с сианидом. Такие же, как те, которыми они отравили своих детей. Адъютант Геббельса Швегерман и его водитель Рах наскоро обливают тела бензином, поджигают их и уходят. Тела не сгорают полностью, впоследствии их легко опознают. По немецкому радио передают сообщение о смерти Гитлера. Фюрер-хотквартир будет имелдет, что наш фюрер Адольф Хитлер сегодня вечером в своем обещании в Райсканцлере до последнего взрыва против большевизма кемпфенд фюрер-децчланд геппален Советские военные находят и опознают тела Геббельсов, генерала Крепса, он покончил с собой утром, и овчарки-блонди. Тела Гитлера и Евы Браун по официальной версии так и не обнаруживают. Зато в саду Рейхсканцелярии находят зубные протезы фюрера. Они надежно опознаны по документам его личного стоматолога. Это последняя достоверная информация о Гитлере. Доподлинно неизвестно, что стало с его телом и телом Евы Браун. Основная версия, их вывезли в СССР и они, мол, до сих пор хранятся в каких-нибудь засекреченных подвалах. Неизвестность породила множество мифов. Некоторые утверждали, что Гитлер и впрямь погиб в сражении. Некоторые полагали, что он таки сбежал на самолете или на подводной лодке и обосновался либо на острове в Балтийском море, либо в горной крепости в Рейнлэнде. По другим сведениям, он скрылся то ли в Испанском монастыре, то ли в горах Албании, то ли на Южноамериканском ранчо. Кто-то будто бы видел Гитлера, переодетого в женщину в Ирландии, кто-то в мечети в Египте, кто-то даже всерьез считал, что Гитлер спрятался на секретной военной базе в пещерах Антарктиды. Зигхай, придурки! Возможно, к появлению этих мифов привела параноидальная секретность советской власти, скрывшей тела. А может быть, нежелание смириться с мыслью, что диктатор, державший в страхе весь мир, убивший миллионы людей, умнивший себя новым мессией, закончил свою жизнь вот так жалко. Четыре месяца сидел под землей, боясь и носа показать наружу. Вызвал своей смертью огромную радость у большинства окружающих. И все, что от него осталось в этом мире, помимо славы главного злодея в историю человечества, это зубные протезы. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok